Искусство. То, что дает глоток воздуха каждому из нас. Как приятно после тяжелого рабочего дня включить любимую мелодию или посмотреть легендарные киноленты. Точно. А на выходных посетить выставку любимого художника. Наш коллега Северин Арпа именно с пользой для души проводит свое время. Накануне он побывал на выставке Вадима Кононова. Смотрим. Вадим Петрович, скажите, пожалуйста, какие работы представлены на этой выставке? Как-то их в целом можно охарактеризовать? Они характеризуются в основном названием. Просто как бы грезы мои. Я люблю цвет, люблю, ну вообще краску люблю. И вот этим они как бы и объединяются. Я читал, что вы со светом любите, с цветом экспериментируете. Да. Я в основном, можно сказать, живописец. Где находите вдохновение для своих картин? Куда-то на натуру выезжаете или нет? Нет. На натуру я... Случается, но очень редко. Нет, уже надо простяйся. Какие-то картины здесь связаны, допустим, с вашими определенными жизненными моментами? Или они все так или иначе связаны? Они, можно сказать, все связаны с жизненными моментами. То есть жизненные моменты, это даже, можно сказать, они связаны все с женщиной. Какие-то планы есть уже на будущее? Может быть, вы сейчас над какой-то картиной работаете? Ну, сейчас есть у меня такая вертится композиция на тему Соктевкара. Ну, вообще на тему города. Есть. Наверное, я попробую ее сделать. То есть она пока у вас в голове? Да, да. Она пока вертится в голове, подсматриваю так на улице, что-то подмечаю. Думаю о основном решении, какая цветность, что композиция общая. То есть это пока вот так внутри идет процесс, еще не приступил. Какими вот главными качествами после таланта еще должен обладать художник, наверное, сзади? Да, я упор. Просто человек должен быть, художник должен быть и морально на уровне, и предлюбивый, упорный такой. Есть у вас здесь представленных картин, которые вот вам особенно самому нравятся? Ну, особенно такого у меня нет. То есть все любимые тут, да? С одной стороны, да, а с другой стороны, всегда есть сомнения. Потому что, может быть, тут было вот так, тут не доделал, тут еще может. Ну, у меня такое по характеру, такой человек, что я всегда сомневаюсь. Всегда с собой недоволен. И думаю, что... Ну, для творческого человека это, я думаю, нормальное вполне состояние. Здесь же в Соктовкаре особенно, да вообще, наверное, в России особенно картины не проживешь. Поэтому, кроме вот этого, я работал оформителем в Союзе Художников. Потом и так оформителем по городу, там халтурка, там что-то такое, надо написать плакат, там что-то. В музтеатре несколько раз участвовал в выпуске постановок, несколько лет ходил, подрабатывал и почти постоянно преподавал. Я работал в художественной школе лет 10, потом в училище искусств лет 10, потом в общеобразовательных школах вел такие, ну, типа эстетики. И последние 10 лет это я в университете преподавал. Поэтому, ну, вот такое какое-то общение конкретное, оно у меня всегда было с молодежью, с начинающими художниками. Так тут сделано немало тоже. У меня там сотни, сотни учеников прошли через. Ну, и в течение всего этого времени постоянно работал. То есть главное не покладать рук, как говорится, работать и работать. Да. Основное все-таки у меня было тоже выпуск. Приходит семья у меня там, отнимало много времени. И вот эти вот проблемы денег, заработка тоже много времени отнимало. Ну, в конце концов, когда есть сила, то оно ничего. Оно преодолевается, так сказать, и находится время на все. Ну, мы желаем вам новых творческих задач интересных, которые потом увидим. Увидим, надеюсь, на холсте. Спасибо. Спасибо вам большое.